Всем привет, народ! Меня зовут Николай Каравай, и я рассказываю про самые крутые книги, которые не проходят в школе и не советуют родители. Сегодня пойдет речь о книге знаменитого писателя 20 века Чарльза Буковски, а именно «Хлеб с ветчиной». Данной книгой является автобиографией писателя, которая затрагивает период со школьной скамьи до 18-летия героя. Разумеется, автобиографичные произведения не нового в литературе. В школе нас заставляли читать детство Толстого, а самые ярые любители классики наверняка вспомнят, блядь, самое нудное произведение на моей памяти — это жизнь Арсеньева Ивана Бунина. Так чем же отличается Буковский от других авторов, что пишет про себя? Главного героя зовут Генри Ченаски, и он подросток из Лос-Анджелеса, который растет во время Великой Депрессии в самой бедной части города. И тут, наверное, показана самая правдоподобная жизнь подростка из трудной семьи и трудного времени. Герой отлично отображает суть трудного ребенка. Он матерится как сапог, конфликтует со всеми подряд, рано пристращается к алкоголю. Заебись! Про нецезурщину хочется сказать отдельно. Автор не зря снабжает текст отборной руганью, поскольку в бедных кварталах среди пьяниц и бандитов разговаривать по-другому просто нельзя. Так кто же такой Генри Ченаски? Ну, с самого раннего детства его можно назвать изгоем. В школе общался в основном с неудачниками, а слабые достижения в спорте и игре по всему телу в 14 лет склонили его не в самую лучшую сторону. Да и отец Генри был не самым лучшим примером для подражания. Ну что вы хотите от чудака, который ничего не добился в жизни, но имеет повадки семейного тирана? Генри вырос этаким мизантропом, который в открытую говорит о своем пренебрежительном отношении к людям. Особенно мне нравятся полки с фотографиями ваших друзей и родственников. Он распускает кулаки, готов драться за каждую мелочь каждый день. Мои нервы были на приезде. Это вам не Холден Колфилд из «Пропасти воржи», который все время в одиночку где-то бродит и рефлексирует. Генри живет по девизу «Живи быстро, умри молодым». Четко. И буквально в каждой главе это доказывает. Беспросветные пьянки, спускание денег на все подряд, мордобой с друзьями-одноклассниками, курение. Генри не хочет казаться крутым, он такими и является. Я люблю пиво! Я люблю водку! Я алкоголик! Ёбаный придурок! Асинька — это лишь способ утятокружения, которое чинацки искренне ненавидят. Уже с раннего детства он начинает писать. И именно автобиографичные и бескомпромиссные произведения прославят автора как представителя грязного реализма. Заголовок «Леб свечиной» книги никак не употребляется. Но спасибо Википедии — оригинальное название книги «Хэм он рай», что является отсылкой к знаменитому роману Селинджера «Catcher in the Rye». А также слово «Хэм» можно перевести как «бездарность», коим герой и является. Сам Генри говорит «Дай человеку печатную машинку, и он станет писателем». А если человеку дать прочитать «Хлеб свечиной», то он прочитает эту книгу не отрываясь. Несмотря на всю грязь, безусходность, мат и аморальность, следить за похождениями Генри Ченаски очень интересно. Многие подростки найдут много общего с этим персонажем. Но жить как Ченаски или стремиться к большему — личное дело каждого. На сегодня это всё. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх, в комментариях можете написать про книги, на которые хотите видеть обзор. С вами был Николай Каравай. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!